Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале Голос Силиконовой Долины с вами Светлана Портнова. Учитывая тот большой интерес, который произвело вчерашнее моё выступление, поступили отклики и просьбы углубиться немножко в тему, например, осветить вопрос капризов детей в магазинах из Сирии, хочу вот эту машинку и начинает ножками топать и кричать. Ну давайте немножко попробуем порассуждать на эту тему. Единственное, что я хочу сказать, что я высказываю своё частное мнение. Мне так кажется, что вот так могло бы работать, но уже дальше родители, которые там хорошо знают своих детей, они уже больны поступать так, как им подсказывает их родительское сердце. Ну хорошо, давайте будем обращаться к этой теме. Итак, капризы детей в магазинах. Ну что сказать, вопрос состоит в том, что когда ребенок уже находится в невменяемом состоянии, уже требует с истерикой, бьет ногами и кричит купи-купи-купи, это не тот случай, который мне бы хотелось рассмотреть. Не всякого ребенка можно в таком состоянии отвлечь или уболтать каким-то образом. Это уже критическая ситуация, в которой нужно выпутываться как можешь. А вот вопрос состоит скорее в другом. Как таких ситуаций не допускать? Почему некоторые дети это делают, а другие дети этого не делают? У Маяковского есть стихотворение «Что такое хорошо, что такое плохо?» называется. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И вот, значит, папа ребеночку рассказывает, что такое хорошо. И в заключении ребенок говорит, буду делать хорошо и не буду плохо. Откуда наши дети знают, что такое хорошо или плохо? Мы, ограниченной культурой, можем понимать, как себя стоит вести или не стоит вести в той или иной ситуации. Ребенку откуда знать? Он, например, увидел, как другой ребенок сучил ногами и требовал какую-то игрушку. И он решил повторить этот вариант, совершенно не думая о последствиях своего поведения. Наша задача как родителей, в свою очередь, опережать возможное проявление поведения ребенка, объяснять ему, что хорошо и что плохо, до того, как случилась такая ситуация. Вообще, дети наши очень умные, я уже говорила об этом. Они очень умные, они очень быстро все схватывают. И точно так же, как мы, взрослые, не любим каких-то неожиданных ситуаций, наши дети точно так же их и не любят. Поэтому мы, как взрослые, должны заранее их готовить к ситуации, в которой они могут оказаться в ближайшее время. Будет ли это магазин, например, то есть если мама заберет ребенка из садика и говорит, ты знаешь, что, дорогой, нам нужно зайти в магазин, купить что-то на ужин, вот мы сейчас дойдем в магазин, мы купим первое, второе, третье, четвертое, пятое, а потом мы из-за этого сготовим ужин и так далее, и так далее, и так далее, то мозги ребенка будут набрать, а ты мне поможешь еще набрать то, что нам нужно, ты запомнил, да, вот нам нужно купить вот это, вот это, вот это, вот это. То мозги ребенка будут сфокусированы на том, что нужно купить в этом магазине, а не на том, что бы он сам хотел себе поиметь. То есть дети легко переключают свой фокус с одних объектов на другие объекты, если они не находятся в ступоре. Когда ребенок находится в ступоре, уже бесполезно его оттуда вынимать. Некоторые дети более податливые, их можно отвлечь даже в таком состоянии, но в основном это уже неконтролируемая ситуация. По определению наши дети хотят быть хорошими. Никто не хочет быть плохим ребенком. Все хотят быть хорошими мальчиками, девочками, чтобы их все любили. Поэтому и ребенку нужно объяснять и показывать на примерах, а что такое хороший ребенок. Он же не знает этого. Он же всегда для своих родителей хороший, и это правда. Он таки да, хороший, но что такое хорошо и что такое плохо, нужно ему объяснять. А дети очень быстро перенимают примеры с других детей. Или может ему кто-то сказал, что он так ногами сучил в садике, и мама тогда купила ему машинку. Такой вариант тоже вполне возможен. Значит, первая предупредительная мера – это объяснить, почему люди этого не делают. Посмотри на того мальчика, который так себя ведет. Ты считаешь, что он ведет себя хорошо или плохо? А почему ты считаешь, что он себя ведет плохо? Например, почему ты считаешь, что он ведет себя хорошо? А что смотрят другие люди на этого мальчика? Как ты думаешь, что они сейчас про него думают? А вот ты у меня не такой, ты у меня совершенно другой. Ты у меня хороший, ты так себя вести не будешь, правда? Очень интересный момент. Может быть, например, за хорошее поведение в магазине, если мама достаточно проработала вообще свой поход в магазин вместе с ребенком заранее, может быть, например, и такой вариант, что мама говорит ребенку, мы с тобой пойдем в магазин, нам нужно купить то-то, 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 и тогда ты мне поможешь все это покупать, и как хорошему мальчику, в том самом разделе, где ты не можешь пройти и так далее, это выговорить не надо. Мы тебе купим шоколадку. И вот, как правило, у кассы, вот у нас, во всяком случае, в магазинах, продаются такие в золотой обертке, такие медальки шоколадные. И вот как эта медалька, она может служить своеобразной наградой за хорошее поведение ребенка, и, может быть, таким образом его стимулировать, не делать этого больше. Если уже такое случилось, то обязательно нужно это дома проработать. Обязательно. Тогда, когда ребенок в спокойном состоянии, обсудить, почему его поведение было не очень хорошим, почему маме это было неприятно, почему это было неприятно другим людям, и что вообще так в нормальном обществе люди так себя не ведут, а мы же нормальные люди, хотим жить в нормальном обществе. И обязательно тогда, как поощрение за хорошее поведение в том же самом месте, обязательно должна быть вот такая поощрительная шоколадка или что-нибудь еще в таком духе. И какие-то вещи, они не должны поощряться. То есть у нас знакомые были одни, у них девочка, в какой бы магазин она ни зашла, она требовала, чтобы ей что-то купили. У нее была такая манера поведения. Поскольку эта манера поведения не пресекалась с родителями никаким образом, то она просто изводила их. Ей было совершенно все равно, что ей купят. Она говорила, ну купи мне вот это, ну купи, купи, купи. Ну если не это, ну тогда вот это купи. То есть ей не важен был даже результат покупки, а ей важен был сам процесс, чтобы ей что-то купили. И это, конечно, не годится ни с какой точки зрения, ни с воспитательной, ни с правильностью поведения. Вообще это ничем не согласуется. Это согласуется только с дурным воспитанием. Вот и все. Поэтому поведение ребенка, которое вам не нравится, нужно пресекать. Но не в тот момент, когда ситуация уже сложилась, а заранее. Мы с ребенком работаем на опережение. Мы же более умные все-таки, несмотря на то, что наши дети такие умные, что уже дальше некуда. Но мы-то все-таки умнее, поэтому мы должны эти ситуации прогнозировать, и мы должны эти ситуации планировать, как бы чего ни вышло. Бывает, что обсчитаешься, бывает, что что-то не случится. Бывает, что ребенок более утомлен в этот день, и хуже себя ведет, и не готов ослушать, и не готов кооперироваться. А бывает, что и все хорошо, и все пройдет гладко. Вот так вот я бы ответила на этот вопрос. Мне кажется, что в этом собака зарыта. Значит, это прорабатывает, что хорошо, что плохо. Причем этот процесс тянется долго, 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 за один раз не объяснишь. Но если вы ребенку задаете вопросы, чтобы он сам оценивал все время, что хорошо, что плохо, в соответствии с вашими нормами поведения, у вас есть совершенно свои четкие критерии. В одних семьях одно считается хорошо, другое плохо, а в других наоборот. Поэтому в ваших критериях ребенок должен, в ваших терминах, должен понимать, что такое хорошо, что плохо. Я думаю, вот как-то так. Спасибо, удачи вам.